Тюрьмы 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 содержались преимущественно политические заключенные, а затем коммунистические лидеры, члены запрещенных религиозных сект и лидеры движений за независимость. Сейчас Фучу является не только самой строгой, но и одной из крупнейших тюрем Японии. Это место лишения свободы занимает площадь около 22,5 гектар и рассчитано на содержание 2000 преступников. Тюрьма разделена на 4 блока для обычных заключенных, для иностранцев, для преступников с психическими расстройствами, а также для инвалидов и получивших травмы заключенных. Фучу отличается от других тюрем мира жесточайшим контролем поведения преступников. Заключенным запрещено смотреть в глаза сотрудникам тюрьмы, открывать глаза в столовой без команды, разрешающей приступить к трапезе, поворачиваться друг к другу и разговаривать, а также смотреть по сторонам во время перемещения к месту своей работы. Пожалуй, самой унизительной обязательной процедурой для всех преступников в этой тюрьме является Канкан Адори. Во время нее заключенные полностью раздеваются и начинают двигаться согласно определенной последовательности, поднимая руки и ноги и высовывая свои языки. Если преступник сбивается и делает неверное движение, процедура повторяется. И так до тех пор, пока заключенный не выполнит все действия так, как это требуется. В этой тюрьме контролируется все, от походки и взгляда до качества выполнения работы. Любая оплошность карается заключением в карцер. В Японии считается, что только таким способом можно перевоспитать преступника, ведь оказавшись один раз в этом месте, вряд ли кто-то захочет возвращаться туда еще один раз. Ла Санте является единственной тюрьмой, расположенной на территории Парижа. Она была построена еще в 1867 году и предназначалась для преступников, отправленных на каторгу или смертную казнь. Очень часто смертные приговоры приводились в действие не на территорию тюрьмы, а напротив нее, на бульваре Араго. Первоначально Санте была рассчитана на пребывание 500 заключенных, но со временем количество преступников увеличивалось, а вместе с этим и вместимость тюрьмы. Сейчас в ней может содержаться до 2000 заключенных. Санте стала известна на весь мир жестоким отношением охраны к заключенным и массовыми беспорядками. Кроме того, эта тюрьма славилась полнейшей антисанитарией. В камерах заводились паразиты, а заключенные страдали от различных заболеваний. Заключенным разрешалось мыться не чаще одного раза в неделю, что также усугубляло ситуацию. Вполне вероятно, что весь этот беспредел продолжался бы и сейчас, если бы главный врач Санте, Вероника Вассер, не опубликовала свои дневники. В них она рассказала о жестоком обращении с заключенными, о постоянных драках, о болезнях и об отсутствии нормального питания. Неудивительно, что в этой тюрьме была ужасная статистика смертности. При этом большинство смертей наступили вследствие самоубийства. В 1999 году в Санте было совершено 124 самоубийства, а в 2001 году эта цифра увеличилась до 130. А теперь представьте, насколько были чудовищны там условия, если даже серийные маньяки этого не выдерживали. Казалось бы, в тюрьме, где творятся такие беспорядки, должно быть и полное отсутствие безопасности. Но в Санте ведется достаточно жесткий контроль над тем, чтобы ни один из заключенных не смог совершить побег. За всю историю Санте в ее стенах побывало немало известных людей и обладателей громких имен, в том числе знаменитые французские поэты Поль Верлен, Гийом Аполлинер и даже всемирно известный актер Ален Делон. Пожалуй, одной из самых известных ультразащищенных тюрем является Алькатрас. В 1963 году она была закрыта, а сейчас там располагается музейный комплекс. Но давайте все же узнаем, что происходило в этой тюрьме и почему преступники называли ее адом на земле. Изначально Алькатрас представлял собой цитадель расположенную на острове в двух километрах от побережья Сан-Франциско, штат Калифорния. В середине 19 века это место стало использоваться в качестве военной тюрьмы, где содержались различные военные преступники. В 1912 году на территории Алькатраса появилось новое здание и тюрьма была расширена. Спустя 20 лет после этого Алькатрас был передан Федеральному бюро тюрем, после чего строения тюрьмы были модифицированы и улучшены. К сожалению, в то время многие преступники чувствовали себя свободно, даже находясь в местах лишения свободы. Именно поэтому власти США приняли решение об открытии такой тюрьмы, которая вселяла бы ужас даже у самых жестоких нарушителей закона. Выбор пал на Алькатрас. После обустройства самой защищенной тюрьмы туда начали попадать только те, кто продолжал вести свою преступную деятельность в других тюрьмах. Первые такие заключенные прибыли в Алькатрас в 1934 году. Все обустройство тюрьмы давало преступникам понять, что сбежать отсюда не получится. Впрочем, как и продолжать свое беззаконие. Во всех камерах были установлены очень крепкие стальные решетки, а над камерами располагались оружейные галереи. Сотрудники тюрьмы пересчитывали всех заключенных до 15 раз в сутки. Повсюду были установлены датчики движения, а в столовой находились емкости со слезоточивым газом, что помогало быстро остановить драку, если она случится. Кроме того, вся территория контролировалась снайперами, которые следили за порядком с башен, расположенных над каждым зданием. Начальник тюрьмы устанавливал порядок, когда заключенным можно пообщаться, а когда следует соблюдать исключительную тишину. Безусловно, чаще всего преступникам было запрещено издавать какие-либо звуки. В такие часы в Алькатрасе было настолько тихо, что было слышно шум, доносящийся из города. Безмолвие, строжайший контроль, порядковый номер вместо имени и мысли о невозможности побега – все это сводило многих преступников с ума, и некоторые из них пытались вести счеты с жизнью. В Алькатрасе содержались многие опасные преступники того времени, в частности известный гангстер Аль Капоне. Тюрьма Белмарш, расположенная в Лондоне на границе районов Тисмит и Вуллич, является мужской тюрьмой особо строгого режима. Это исправительное учреждение было открыто в апреле 1991 года, и с тех пор в нем в основном содержатся самые опасные для общества и национальной безопасности преступники. Тюрьма разделена на три блока. В первых двух содержатся преступники, осужденные на срок не более двух лет, а в основном блоки – опасные преступники, в частности террористы и рецидивисты. Именно здесь заключенные содержатся в условиях особо строгого режима. Это отделение состоит из 48 одиночных камер. Поскольку на территории блока строгого режима отбывают наказание самые опасные преступники, этот объект постоянно контролируется. Меры безопасности включают в себя размещение заключенных по одиночным камерам, круглосуточное видеонаблюдение, датчики движений и большое количество сотрудников тюрьмы. Однако, несмотря на это, в Белмарш периодически случаются бунты. Кроме того, преступники объединяются в группировке и вербуют новоприбывших. Безусловно, подобные ситуации случаются практически в каждой тюрьме, ведь не стоит забывать о том, какой контингент там содержится. Главное, что британским сотрудникам удается вовремя принять меры и не доводить конфликты до массового кровопролития. Белмарш является единственной тюрьмой Англии, где содержатся организаторы и соучастники терактов. Сейчас там отбывают свой срок экстремистские проповедники Анджам Чудари и Абухамза Альмасри, а также Майкл Адебаладжо и Майкл Адебавали, напавшие с мачете в 2013 году в Лондоне на военнослужащего Ли Ригби. Кроме того, с апреля 2019 года по 24 июня 2024 года в Белмарш также содержался основатель Викиликс Джулиана Санч. Центральная тюрьма Мумбаи, также известная под названием Артур Роуд, расположена в южной части города между двумя железнодорожными вокзалами. Она была построена в 1926 году и предназначалась для содержания 800 заключенных. С того времени особых перестроек или модификаций здания не производилось. Однако количество преступников в Мумбаи значительно увеличивалось. Большинство из них отправлялось в Артур Роуд. В связи с этим тюрьма сейчас страдает от переполнения более чем в три раза. На сегодняшний день ей содержится около 2900 преступников. Такая переполненность всегда становится причиной массовых беспорядков, антисанитарных условий и болезней. Все это, конечно же, присутствует и в Артур Роуд. Чтобы разгрузить тюрьму, было внесено предложение о строительстве нового исправительного учреждения в восточном пригороде Манхурда. Однако это дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Некоторые представители власти предлагали и вовсе закрыть Артур Роуд, поскольку тюрьма находится в достаточно оживленном районе и окружена высотными жилыми домами. Но и в этом случае никаких мероприятий не было принято. Единственной мерой для решения проблемы переполненности стало строительство восьми новых бараков, рассчитанных на 200 человек. Удивительно, но строительство самых примитивных и дешевых объектов велось на протяжении пяти лет из-за нехватки финансирования. Несмотря на все эти проблемы, сотрудникам Артур Роуд удается поддерживать контроль за таким количеством преступников, которые содержатся в ужасных условиях. Долгое время им удавалось сдерживать конфликты, но в 2006 году на территории тюрьмы произошло серьезное столкновение двух банд. После этого инцидента власти Индии приняли решение о размещении дополнительных патрульных групп на территории тюрьмы. Артур Роуд не может похвастаться современными методами безопасности, но при этом сотрудники тюрьмы все равно контролируют поведение заключенных и пока что из этой тюрьмы еще никому не удавалось сбежать. Тюрьма Полсмур, расположенная в пригороде Кейптауна, является одной из крупнейших тюрем в мире по количеству преступников. Она была открыта в 1964 году. Тогда рассчитывалось, что в тюрьме будет содержаться не более 4300 человек, однако сейчас в этом месте отбывает свой срок около 7000 преступников. С момента открытия Полсмур периодически расширялась. Сейчас этот комплекс состоит из пяти блоков. В первом из них содержатся подозреваемые в различных преступлениях, ожидающие суда и вынесение приговора. Во втором блоке находятся также ожидающие суда несовершеннолетние преступники в возрасте от 14 до 17 лет. Третий блок предназначен для осужденных мужчин, а четвертый для заключенных мужского пола, которые вскоре должны быть освобождены. В пятом блоке содержатся преступники женского пола. Удерживать контроль над таким количеством заключенных достаточно сложно. И хотя у сотрудников тюрьмы получается сдерживать массовые беспорядки, перед созданием группировок они все же бессильны. Сейчас на территории Полсмура известно о существовании трех крупных банд, численность каждой из которых превышает 750 человек. Интересно, что участники этих группировок продолжают оставаться задействованными своей банде даже после выхода из тюрьмы. Как правило, эти преступники наносят татуировки на свое лицо с обозначением их группировки, так их легко будет узнать среди своих на улицах Кейптауна и других городов Южной Африки. Контролем Полсмура занимается около полутора тысяч сотрудников тюрьмы. Это количество кажется чудовищно малым для сдерживания 7 тысяч преступников. Однако им все равно удается выполнять свои задачи и сводить беспорядки к минимуму. Власти Южной Африки считают, что система безопасности и множество охранников будут только раздражать преступников и к ним нужно найти другой подход. Для этих целей была создана специальная программа по реабилитации преступников, предполагающая перевоспитание каждого из них. В нее включены различные методы обучения альтернативам насилию и уважительное отношение к каждому из заключенных. Тюрьма Сан-Квентин, расположенная в Калифорнии на одноименном мысе, является одной из старейших тюрем на территории США. Она была открыта в 1852 году. На тот момент в ней содержалось всего 68 заключенных. Со временем тюрьма расширялась, а вместе с ней поднимался и уровень безопасности содержания преступников. Поскольку Сан-Квентин стала высокоохраняемым местом лишения свободы, туда начали отправлять самых опасных преступников. Сейчас Сан-Квентин известна тем, что в стенах ее тюрьмы приводится в исполнение смертной казни. Долгое время казни осужденных производились при помощи газовой камеры, но на сегодняшний день гораздо более часто используемым методом для этого стали смертельные инъекции. Последняя смертная казнь проводилась в этой тюрьме в 2006 году. В том же году Федеральный суд решил, что смертельные инъекции являются ненадежным способом казни и могут вызвать лишние страдания осужденных. После этого исполнение приговоров во многих штатах приостановили. Сейчас ожидается одобрение нового, более гуманного препарата и смертные казни будут возобновлены. Все заключенные в Сан-Квентин содержатся в одиночных камерах. Во время групповых мероприятий, во избежание конфликтов и стычек, каждый преступник находится в отдельной клетке. Зона, где проводились смертные казни, является особо охраняемой. Ее периметр огражден колючей проволокой. Повсюду находятся охранники, датчики движения, системы видеонаблюдения. В местах для прогулки смертников повсюду установлены предупреждающие надписи о том, что если преступник сделает хоть одно движение в сторону забора, он тут же будет убит из винтовки. В тюрьме Сан-Квентин содержалось много опасных преступников, в частности серийный маньяк Уильям Бонин, серийный убийца Харви Глатман и Сэм Шокли, известный как участник неудачного побега из Эль-Катраса. Все они были приговорены к смертной казни. Центр заключения террористов, сокращенно СЕСОД, является совершенно новой тюрьмой в Сальвадоре. Она была открыта в 2023 году, но при этом уже успела стать самым крупным местом лишения свободы в Латинской Америке. СЕСОД рассчитан на содержание 40 тысяч преступников. Сейчас в этом центре отбывает наказание более 14 тысяч заключенных. История строительства такого учреждения началась после событий, произошедших 26 марта 2022 года. Тогда в ходе бандитских разборок погибло 62 человека. В ответ на насилие власти Сальвадора приняли решение о крупномасштабной репрессии против преступных группировок. Уже в первые полгода было поймано около 55 тысяч бандитов, и конечно же их нужно было где-то содержать. Так появился центр заключения террористов. Эта тюрьма имеет класс максимальной безопасности. В ней содержатся не только совершеннолетние преступники, но и участники банд в возрасте до 12 лет. Это может звучать странно, но ситуация с преступными группировками в Сальвадоре крайне плачевна, и в преступлениях участвуют даже дети. Это происходит потому, что их родители имеют прямое или косвенное отношение к бандам. И для этих людей быть преступником достаточно модно. Условия содержания в СИСОД кардинально отличаются от условий содержания в обычной тюрьме. В этом месте нет программ, направленных на реинтеграцию преступников после отбывания наказания. Впрочем, как нет никаких образовательных программ. Редкими исключениями являются мотивационные бизеты с заключенными, которые хорошо себя ведут. Кроме того, в этой тюрьме нет камер в привычном понимании. В центре заключения террористов преступники содержатся в специальных помещениях по 65-70 человек. Такие комнаты строго охраняются сотрудниками тюрьмы при помощи видеонаблюдения, а также специальных стальных дорожек, оборудованных для охранников над помещениями. Во время выполнения физических упражнений или бесед заключенных выводят в коридор и сажают плотными рядами на пол, чтобы у преступников не было возможности выбиться из толпы и что-то сделать. Выглядит это действие очень жутко. Заключенным этой тюрьмы запрещены прогулки и общение с близкими. Такие условия негативно сказываются на психике преступников, однако они ничего не могут с этим сделать. Изменить правила или сбежать из этого места вряд ли у кого-то получится. В ирландском графстве Лауа в городе Порт-Лаус находится тюрьма строгого режима Порт-Лаус. Она была построена еще в 1830-х годах и является старейшей среди всех действующих тюрем в Ирландии. Сейчас в этом месте отбывает свой срок чуть более 100 преступников, хотя в нем может содержаться более 350 заключенных. Практически каждый из них был обвинен в преступлениях против государства, такие преступники должны содержаться в тюрьмах строгого режима и Порт-Лаус с ее высоким уровнем безопасности полностью для этого подходит. Большинство заключенных в этой тюрьме ранее были участниками Временной Ирландской армии и других незаконных антиправительственных организаций. Такая малонаселенность тюрьмы обусловлена тем, что в 70-х годах прошлого века в тюрьме часто случались бунты и нападения на тюремщиков. Самый известный инцидент произошел 29 декабря 1974 года. В тот день заключенные из организаций под названием Временная Ирландская армия взяли в плен несколько сотрудников тюрьмы. К счастью, никто из них не пострадал. Кроме того, в Порт-Лаус было устроено несколько побегов, причем в 1974 году сбежать из тюрьмы удалось 19 заключенным. После этих инцидентов уровень безопасности Порт-Лаус был повышен. Сейчас это место на постоянной основе патрулируется солдатами Ирландской армии. Контроль над действиями преступников ведется 24 часа в сутки. Патрульный отряд включает в себя 40 солдат, вооруженных винтовками и пулеметами. Весь периметр тюрьмы окружен высокими стенами, которые оборудованы камерами слежения и датчиками движения. По всему комплексу действует зона изоляции воздуха. После повышения уровня безопасности в Порт-Лаус прекратились беспорядки и попытки побегов. Сейчас эта тюрьма является самой защищенной в Ирландии. Тюрьма строгого режима Штамхайм расположена на окраине Штутгарта. Впервые она была открыта в 1964 году и один из ее блоков предназначался для содержания ведущих участников фракции Красной армии – РАФ. Фракция Красной армии представляла собой группировку западно-германских ультралевых боевиков. Сами создатели фракции позиционировали себя как коммунистическую и антиимпериалистическую городскую группу. Главной целью участников группировки была борьба с тем, что они считали фашистским государством. В целях этой самой борьбы участники РАФ устраивали серийные убийства, взрывы, похищения людей, ограбления банков и другие беспорядки. Эта организация была создана в 1970 году и просуществовала до 1998 года включительно. После серии беспорядков, устроенных РАФ, правительство Германии приняло решение о строительстве сверхохраняемой секции в тюрьме Штамхайм, которая должна была предназначаться для участников фракции. Секция была открыта в 1975 году и была признана самым охраняемым тюремным блоком в мире. Крыша и внутренний двор блока были покрыты стальной сеткой. Ночью участок освещали 54 прожектора и 23 неоновые лампочки. Территория находилась под охраной спецназовцев, снайперов и четырех сотен полицейских. Кроме того, вокруг блока также патрулировала конная полиция, сотрудники которой работали в две смены, а иногда территория осматривалась с вертолета. Несмотря на все эти меры безопасности, в мае 1976 года в своей камере была обнаружена повешенная Ульрике Майнхоф, одна из основателей фракции Красной Армии. А спустя год также в своих камерах были найдены мертвыми Андреас Баадер, Гудрун Энцлин и Ян Карл Распи, лидеры той же группировки. Официально считалось, что они совершили самоубийство, но все же эти события вызывали много споров, ответы на которые до сих пор не найдены. В период с 2007 по 2017 годы тюрьма Штамхайм находилась на расширении реконструкции. В частности, были построены пять дополнительных зданий, соединенных между собой участком, построенным в 2005 году. Сейчас в Штамхайме содержится около 600 заключенных. Эта тюрьма навсегда останется местом, тесно связанным с послевоенной немецкой историей. Концентрационный лагерь Хуэрэнг, также известный как Квалисо-22 или Лагерь-22, расположен в уезде Хуэрэнг на северо-востоке Северной Кореи, вблизи границы с Китаем. Площадь его территории составляет около 225 квадратных километров. Этот лагерь был основан в 1965 году. В 1990-х годах количество заключенных, содержащихся в нем, резко увеличилось. Это было связано с тем, что несколько других лагерей были закрыты. Самое интересное, что о существовании этой тюрьмы не было известно за пределами страны до тех пор, пока он не попал на снимки со спутника. Когда же о лагере-22 все же появилась некоторая информация, то стало понятно, что хуже этого места нету, пожалуй, ничего. Сейчас в этом лагере содержится около 50 тысяч человек. Большинство из них были обвинены в политических преступлениях. При этом эти люди вовсе не оппозиционеры. В Северной Корее вас могут признать политическим преступником, даже если вы небрежно отнеслись к портретам лидеров страны. Действия подобного характера караются очень жестко. Люди попадают в такие лагеря на пожизненное заключение, а вместе с ними в лагерь очень часто отправляют и всю их семью до третьего поколения. Поэтому в этой тюрьме содержатся не только взрослые, но и дети. Сбежать из лагеря-22 невозможно. Вся территория огорожена высокими заборами с колючей проволокой, внутренним электрическим забором с напряжением 3300 вольт и датчиками движения. Кроме того, по всему периметру находятся вооруженные охранники. Численность каждой смены патрульных составляет около полутора тысяч человек. Каждый заключенный лагеря-22 обязан трудиться на полях и в шахтах по 15 часов в день. Любая попытка избежать работы или отдохнуть всегда карается страшным наказанием. Кроме того, все заключенные страдают от недоедания и нехватки полезной качественной пищи. Каждому преступнику положено всего лишь по 180 грамм кукурузы два раза в день. Другой пищи в рационе этих людей нет, либо им приходится самостоятельно добывать мясо в полях. Как видите, в лагере-22 творится настоящий ужас. А если учитывать то, что большинство заключенных попали туда, не совершив серьезного преступления, эту тюрьму смело можно назвать адом на земле. Лагерь 1391, расположенный на севере Израиля, место содержания особо опасных военных преступников. Тюрьма контролируется 504 подразделением армии обороны Израиля. Долгое время лагерь 1391 был засекреченным объектом. Его невозможно было найти на картах или снимках со спутника. Кроме того, о существовании лагеря не знали даже министр юстиции и член министерского комитета, связанного со спецслужбами. Однако в 2003 году Верховный суд Израиля распорядился предоставить некоторую информацию об этом месте заключения. Лагерь 1391 получил прозвище «Израильский Гуантанамо». Новоприбывших заключенных привозили в тюрьму с завязанными глазами и помещали в одиночные камеры размером 2 на 2 метра, где отсутствовало естественное освещение. Особо опасных преступников, в частности террористов, помещали в еще более маленькие камеры. Их размер составлял 125 на 125 сантиметров. Такие комнаты для содержания заключенных защищены толстыми стальными дверьми. Их стены окрашены в черный или красный цвета, а освещение практически полностью отсутствует. В лагере 1391 также проводились секретные допросы террористов. По словам бывших заключенных, во время допросов подозреваемые подвергались различным пыткам. Вся территория тюрьмы находится под контролем тысяч солдат. По периметру лагеря расположен высокий забор с колючей проволокой, датчиками движения и системами видеонаблюдения. Кроме того, за территорией тюрьмы ведется наблюдение снайперов. Лагерь 1391 считается одной из самых защищенных тюрем Израиля. Однако некоторая информация, в частности о личностях заключенных, остается недоступной. А на этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, не забудьте оценить его, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Для меня ваша активность – это лучшая награда. Спасибо за внимание, скоро увидимся. Пока.